С последними событиями к этому часу студия телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Порывы северного и северо-западного ветра на территории Ненецкого автономного округа в минувшие выходные достигали 30 метров в секунду. Беспоследствия не обошлось. Плюс 13. В Ненецком округе продолжают фиксироваться новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Разнообразие спецтехники для проведения спасательных работ впечатляет. Пожарные машины, катера, высокопроходимая гусеничная техника. Есть на что посмотреть не только снаружи, но и поизучать внутри. Единая Россия Партия стала первой партией, которая определилась с кандидатами на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. Федеральный список партии Единая Россия на выборах в Госдуму возглавят министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. На съезде также были утверждены кандидаты от партии по избирательным округам. В результате тайного голосования делегатов съезда кандидатам по одномандатному избирательному округу номер 221 Ненецкий автономный округ стал действующий депутат Госдумы Сергей Коткин. Региональная группа партийного списка на выборах в Государственную Думу, в которую вошли Архангельская область и Ненецкий автономный округ, выглядит следующим образом. Александр Цибульский, губернатор Архангельской области, Екатерина Прокопьева, спикер Архангельского областного собрания депутатов, Михаил Кисляков, депутат Архангельского областного собрания, председатель СПК Заполярье из Ненецкого автономного округа, Иван Новиков, секретарь Архангельского регионального отделения партии, депутат областного собрания, Игорь Чесноков, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов. Напомним, Сергей Коткин и Михаил Кисляков стали в округе победителями партийного предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которое прошло с 24 по 30 мая. Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. При этом у 14 из них есть парламентская льгота – право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей. Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей, а ее одномандатники в округах заручатся поддержкой 3% местных избирателей. Напомним, Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Голосование начнется 17 сентября и завершится в единый день голосования 19 сентября 2021 года. За прошедшие выходные дни в Ненецком автономном округе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 41 человек. Еще 174 человека, контактировавших с заболевшими, стоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. На фоне резкого подъема заболеваемости COVID-19 в июне, более чем в три раза за неполный месяц по сравнению с маем, в Ненецком автономном округе вводятся дополнительные меры безопасности. У нас отмечается очень бурный рост новой коронавирусной инфекции. Люди стали выезжать за пределы округа, люди расслабились, люди перестали соблюдать санопит-нормы, которые были предписаны и соблюдались в более ранний период. Поэтому мы сейчас получили ту реакцию, которая, в принципе, ожидаема, на ослабление тех мер, которые были у нас введены в регионе во вторую волну, когда у нас люди болели в зимний период. В связи с высоким уровнем заболеваемости оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 на территории региона принял ряд дополнительных решений. Среди новых мер, принятых на оперштабе, это бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся в регион из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа. Работодателям также рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификаты вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Как отметил глава региона, стоимость ПЦР-теста не должна ложиться на плечи жителей округа. Поэтому в случае, если работодатель принимает такое решение, ему также рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование. Кроме того, окружным работодателям поручено направлять в командировки за пределы округа и в сельские населенные пункты только вакцинированных сотрудников. Единогласным решением оперштаба скорректирован процент заполняемости культурно-досуговых учреждений. Одновременно посещать учреждения смогут не более 50% зрителей. До этого было 75%. Также запрещено проведение зрелищных и иных массовых мероприятий на всей территории округа. С 21 июня по 30 июля закроются детские игровые комнаты. Вновь возобновятся так называемые масочные рейды в общественных местах. То есть сейчас мы будем снова запускать рейды по соблюдению санэпиднорганного населения в местах, где скапливаются люди. Это магазины, это общественные какие-то организации, медицинские организации. То есть везде, где есть люди, будет проведен контроль и лица, которые нарушают санэпидрежим, будут наказаны. Потому что это уже наша безопасность. Это сохранение жизни нашего населения. Если говорить о клинической картине третьей волны, то медики отмечают, что все чаще стали болеть молодые люди, а не пожилые. К тому же болезнь протекает намного сложнее, чем во вторую волну ковида. На лечение уходит гораздо больше времени, чем ранее. Появилось также понятие постковидного синдрома. Человек переболел, перенес вирусную инфекцию, поправился. Но постковидный синдром, он уже фиксируется, есть уже такой диагноз. То есть это те последствия, которые вызывают вирус уже в более пролонгированном сроке. То есть у нас здесь отмечается рост у нашего населения заболеваний, которые связаны с поражением сердечно-сосудистой системы. То есть у нас растет заболеваемость и смертность по инсульту, по инфаркту. У нас растет заболеваемость по сахарному диабету. То есть все не проходит. Бесследные лица, которые не защищены вакциной, они все потом сталкиваются с тем, что у них развивается тяжелое постковидное осложнение. То есть есть пациенты, у которых развиваются когнитивные нарушения, то есть это потеря памяти, это эмоциональная лоббильность, депрессивное состояние. Это все связано с принесенной ковидной инфекцией. То есть выходить из этого состояния очень тяжело. Медики утверждают, чтобы защититься от заражения коронавирусной инфекцией и постковидного синдрома, необходимо вакцинироваться. Мы должны привить 60% взрослого населения. То есть здесь уже учтено все. То есть и то, что люди переболели, и то, что есть естественный иммунитет, который формируется при принесенном заболевании. Нам нужно привить не менее 19,5 тысяч взрослого населения. Привиться в округе можно тремя вакцинами. Это спутник ВИИ, эпиваккарона, а также ковивак. Какой из них выбрать для своего организма, порекомендует врач, исходя из наличия хронических заболеваний вакцинируемого. Мы очень много инфекций победили благодаря вакцинации. У нас в свое время умирали люди от полимелита, от коклюша, от кори, от дифтерии. Все это мы победили, все это мы сделали управляемым только благодаря вакцинации. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал госуслуг, либо в своей медицинской организации по месту жительства. И не забывайте носить маски, а также своевременно обрабатывать руки антисептическими средствами. Берегите себя и своих близких. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север. В выходные дни в Ненецком округе и его столице наблюдался шквалистый ветер. Его порывы на территории региона достигали 30 метров в секунду. Без последствий не обошлось. Пострадали множество дорожных знаков. Некоторые вырвало, другие покосило. Снесло ветром остановку по улице Рыбников. Самым опасным был отрыв крыши по улице Ленина, дом номер один. К счастью, никто не пострадал. 19 июня в период усиления ветра в городе Наринмар дежурный караул пожарно-спасательной части ФПС первого разряда по защите города Наринмар выезжали два раза. На улице Ленина, дом один, ветром сорвало часть кровли одноэтажного здания. Наблюдался столб дыма, но информация о пожаре не подтвердилась. Это была строительная пыль. Погибших и пострадавших нет. В тот же день от жителя частного дома на переулке Сахалинский поступила информация об угрозе срыва кровли. Дежурный караул пожарно-спасательной части прибыл на место и была оказана необходимая помощь. На данный момент крыша разобрана. Далее будут вестись восстановительные работы. Что касается дорожных знаков, то их уже установили на свои места. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного, гладкоствольного, длинноствольного оружия самообороны. Законом также вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия, ограниченного поражения и охотничьего оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. Говорится в тексте закона. Это не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания, либо специальные звания, или классные чины юстиции. Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохраняется за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Положение о приобретении с 18 лет холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами сохраняется неизменным. Принятый Госдумой закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Сейчас в перечень таких оснований входит, например, непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю. Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков. Вводится дополнительное основание для аннулирования лицензий и разрешения на оружие – это отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. В рамках летнего проекта «Культурные каникулы» Управление МЧС России по Ненинскому автономному округу продемонстрировало юным жителям Нарьинмара технический парк и снаряжение спасателей. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. На площади Мороцей выстроились спецмашины. Управление МЧС России по Ненинскому округу совместно с Дворцом культуры Арктика проводит для ребят смотр арсенала спасательных служб. Мероприятие проходит в этом году первый раз. Это выставка техники МЧС России по Ненинскому автономному округу. Проходит это мероприятие в рамках культурных каникул. До этого у нас была выставка техники чистого города, в этот раз техника МЧС. Также здесь будут проведены показательные выступления. Детишки смогут посмотреть технику и снаружи, и снутри, померить форму, посмотреть на силовые упражнения и много-много чего еще интересного. Разнообразие спецтехники для проведения спасательных работ впечатляет. Пожарная машина, катера, высокопроходимая гусеничная техника. Есть на что посмотреть не только снаружи, но и поизучать внутри. Во всю технику дети могут обязательно залезть, полазить, посидеть, посмотреть, руль покрутить. Та техника, которая очень высокая, детям тяжело будет залезть, туда запускать не будем. А вот маленькие катера, гидроциклы, квадроциклы, пожалуйста. Дети с большим интересом участвовали во всех интерактивных площадках. Задавали вопросы о специфике работы в МЧС. Особенно увлекательным мероприятием было для мальчишек. Мне понравилось дышать в маске. Там очень хорошая атмосфера и очень хорошо дышится. Еще что смотрел сегодня? Еще смотрел пожарные машины, на которых ездят пожарные. А что там именно узнал? Что-то нового для себя увидел? Ну, я увидел то, что там есть много мест для пожарных, и они должны одеться примерно за 20 секунд. Несмотря на то, что работают в МЧС в основном мужчины, девчонкам профессии спасателей и пожарных тоже нравятся. Ну, да, тут интересно. А что тебе особенно нравится? Ну, машина там, где мы залезали, все смотрели. Парад спецтехники МЧС доставил самые положительные эмоции юным северянам. Добавлю, в рамках проекта «Культурные каникулы» на центральной площади города еще не раз продемонстрируют спецтехнику разных силовых подразделений. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице в сети ВКонтакте Дворца культуры Арктика. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Добро пожаловать в дом Шевелевых. В рамках года добра, объявленного главой региона в 2021 году, Пустозерский музей предлагает ребятам провести нескучные познавательные каникулы в его стенах. Юных жителей и гостей Нейнского округа приглашают посетить Пустозерский музей. Совершенно бесплатно до 25 июня для детей и подростков работники музея проведут тематические мастер-классы и экскурсии по дому Шевелевых. Мы решили провести такую некую акцию, назовем ее «Неделей добрых дел». Мы проводим серию экскурсий, мастер-классов, занятий для детей и подростков совершенно бесплатно. По предварительной записи в удобное время жители города могут прийти в дом Шевелевых по адресу тыковылка 4. Сегодня там побывала группа ребят из четвертой школы, которые посещают летнюю площадку. Дети с интересом слушали экскурсоводов и задавали интересующие их вопросы. Это дом, который был в Пустозерске, потом его взяли и перестроили. А Пустозерск, он пропал, потому что там река начала мелеть и было трудно проехать. Города больше не стало. Мне больше всего понравилась кухня, как там спали на палатах, большие и печка. Такая большая, красивая. В рамках программы запланировано порядка семи мастер-классов и различных занятий. Таких, как знакомство с самоваром, мастер-класс по изготовлению сувениров из металлопластика и бумаги, изготовление северного оберега и многое другое. В Пустозерском музее проводят в настоящее время три экскурсии. Северный дом, его облики душа, Николас Витцен и исчезнувший город и первый в Арктике. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жители Ненинского округа смогут принять участие в онлайн-конференции в Zoom о правилах выгула и содержания домашних животных. Встреча пройдет в формате круглого стола, за которым обсудят волнующие вопросы и положение федерального закона об ответственном обращении с животными. Спикерами выступают Александр Антонов, председатель комитета по ветеринарии, Ольга Чупрова, руководитель станции по борьбе с болезнями животных и Анастасия Филиппова, заведующая отделом по отлову и содержанию безнадзорных животных. Тема она актуальная, есть определенные жалобы и вопросы людей в социальных сетях вот на эту тему о правилах выгула и содержания домашних животных. И люди все-таки у нас выпускают своих домашних животных на самовыгол, недостаточно контролируют и следят за своими питомцами. Ну вот это основная тема, которую мы хотим обсудить. Подобные встречи планируют проводить на регулярной основе с тем, чтобы установить на территории региона цивилизованные нормы отношения к домашним животным. Ссылку на онлайн-конференцию можно найти на сайте портала государственных органов Ненецкого автономного округа в разделе новостей. В России проводится конкурс национальных видеороликов «Мы», призванный раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов страны. В рамках конкурса жителям округа предлагается записать видеоролик о ценностях, культуре, традициях и быте ненецкого народа. Участниками творческого проекта уже стали представители из 57 регионов страны. Прием заявок продлится до 31 июля. Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Вопрос распространения культурного наследия народов России поднимался на Совете при Президенте России. Был сделан акцент на том, что необходимо больше говорить и показывать, транслировать в интернете и федеральных СМИ многообразие национальных культур. Это позволит укрепить единство всех национальностей, передать ценности, понять друг друга людям, живущим по соседству, отмечают организаторы конкурса. По словам организаторов, участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для создания видео необходимо выбрать одну из двух тем – межнациональное согласие в России и национальная идентичность. Это может быть игровой, анимационный, репортажный или документальный любительский видеоролик, фильм профессиональных студий и авторов. Работу надо загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте конкурса «Мы». Положение о конкурсе и вся необходимая информация, включая советы экспертов, доступны на портале. Победители конкурса наградят дипломами, памятными призами и денежными премиями. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова